Некоторые десерты не просто символизируют манну, но ею и являются. Например, традиционная греческая халва манус семигдолениус. Ее и приготовим. Традиционная греческая сладость халва семигдолениус ничего общего с нашей халвой не имеет. Но от этого она не менее вкусная и, кстати, быстро готовится. Итак, мы начинаем. Мы возьмем один стакан манной крупы олейка, горсть грецких орехов, изюм, сахар, лимон, апельсин, также корицу в палочках, подсолнечное масло олейка и чистую питьевую воду. Начнем приготовление сладостей с того, что подготовим ингредиенты. Натрем на терке цедру одного апельсина. Цедра готова. Теперь самое время измельчить грецкие орехи. Надо сказать, что манную халву очень любят жители Балканского полуострова. Например, в Турции ее традиционно подают со сливочным мороженым. Согласитесь, хорошая идея. Теперь самое время сварить сахарный сироп. Для этого высыпаем сахар в небольшую кастрюлю и наливаем полтора стакана воды. Выжимаем сок половины лимона. Добавляем цедру и палочку корицы. Доводим до кипения и варим на среднем огне где-то 15 минут до прозрачности и загустения сиропа. Оставляем одну кастрюлю в покое, берем другую и вливаем в нее 5 столовых ложек подсолнечного масла олейка. Нерафинированное масло олейка идеально подходит для жарки и тушения. Оно не пенится, пахнет семечкой и во время пассировки передает овощам все витамины и микроэлементы, которыми так богато. Мы высыпаем в разогретое масло манную крупу и не забываем постоянно помешивать. Поджариваем манку до золотистого цвета. В процессе такой жарки манка вбирает в себя масло и становится рассыпчатой. Манная крупа олейка получена из лучших сортов алтайской пшеницы. Ее отличительная особенность однородный помол. Все частички крупы имеют одинаковый размер, благодаря чему манка олейка быстро варится и получается такой вкусной. Теперь постепенно вливаем сахарный сироп. Не забываем извлекаем палочку корицы. Если весь сироп впитался и манка спокойно отходит от стенок сотейника, значит халва готова. Самое время добавить изюм и измельченные грецкие орехи. Теперь самое время определиться с формой для халвы. Наполняем ее манкой и хорошенько утрамбовываем. Что нам делать дальше? Отправляем халву на 30 минут в холодильник, чтобы она остудилась и окончательно утвердилась с формой. Посыпаем сахарной пудрой и греческая халва халва семигдолениус готова. Она легко разрезается ножом, выглядит аппетитно и подается вместе с ломтиками апельсина.